Библейский портал экзегет.ру представляет Братья и сестры, мы продолжаем наше занятие по Евангелию от Луки. И сегодня мы приступаем к изучению 17 главы этого Евангелия. И первая тема, которую мы рассмотрим, открываем Евангелие от Луки, 17 глава. Первая тема, которую мы рассмотрим – горе тому, через которого приходят соблазны. Первый и второй стих. «Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели, чтобы он соблазнил одного из малых сих». Вот здесь очень такая сложная постановка вопроса. Христос говорит в первом стихе – «невозможно не прийти соблазном». «То есть избежать соблазнов в этой жизни мы не можем. Но горе тем, через кого они приходят. О чём это? Соблазн может быть как помысл, который имеет место быть в душе человека. – дурной помысл. И человек не может избежать таких помыслов. Но очень важно, когда человек не позволяет этим помыслам дурным развиться в поступке. И что ещё очень важно, чтобы своими соблазнами не заражать других людей. Но это мы и делаем тогда, когда помысл не вырывается из нашей груди, то есть не реализуется в поступок, и другой не становится свидетелем нашего соблазна, нашего искушения. Блаженный Феофилак писал «И подлинно человеку, производящему соблазны и препятствия, лучше, чтобы ему повесили жернов мельничный и бросили его в море, нежели, чтобы соблазнить и совратить одного из малых сих, то есть верных». Почему этому человеку лучше быть потопленным? Имеется в виду, если грех человека погубит самого человека, это всё-таки лучше, чем нежели его грех погубит и его, и многих других, которые называются малыми, потому что они подпадают под чужие соблазны. И в этом их серьёзная проблема. Если бы они были бы духовно стойкие, они не подпадали бы под чужие соблазны. Поэтому дважды согрешает тот, кто согрешает против себя и свои грехи распространяет на других людей. И далее мы читаем о том, что нам надо прощать брата своего. 17 глава Евангелия от Луки, 3-4 стих. «Наблюдайте за собой, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему». Очень интересно, с чего здесь всё начинается. «Наблюдайте за собой», то есть не за братом, а сначала за собой. «Если же согрешит против тебя брат твой, то есть на грехи другого, на его согрешение, мы обращаем внимание в последнюю очередь. Сначала мы наблюдаем за собой, чтобы нам зреть свои прегрешения и не осуждать брата своего. Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему». То есть ты можешь поставить ему на вид, но опять же ты не имеешь права это делать при других свидетелях. Ибо Христос сказал, что выговаривать человеку, который согрешил против нас, мы можем только один на один. Если он не послушается, мы берем двух-трех свидетелей, выговариваем ему, если не послушается, тогда перед церковью. Но все начинается с того, что мы наблюдаем за собой. И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится и скажет «каюсь, прости ему», почему с такой поспешностью и последовательностью мы должны прощать других людей. Это связано прежде всего с тем, что мы сами нуждаемся в прощении. И мы должны прощать, чтобы и нас простили. И чтобы прежде всего Бог отнесся бы к нам так, как мы относимся к другим людям. Об этом мы его и просим в молитве Господней и остави нам долги наши, как уже и мы, то есть как и мы оставляем должникам нашим. И преподобный Феодосий Киев Печерский в своем духовном завещании он писал «Хотя бы кто при твоих глазах погубил бы твоего сына или нанес тебе непоправимый другой ущерб, но если ты увидишь, что он истинно раскается, после этого прости ему, но не прощай то, что касается вопросов веры. Если человек отступник от веры, заповедует преподобный Феодосий, то пока он не изменит направление своей религиозной мысли, скажем так, по-современному, то мы стараемся с ним общения не иметь». Блаженный Феофилак поясняет, а слово семь раз в день поставлено здесь вместо слова многократно. Я вам уже говорил, что число семь означает в Библии неопределенное число в сторону увеличения. Поэтому Феофилак пишет, а слово семь раз в день поставлено здесь вместо слова многократно, подобно как выражение даже бесплодное рождает семь раз. Итак, сколько раз он покается, столько раз должно прощать ему. И не подумай, будто Господь полагает число, сколько раз прощать. Но, как я прежде сказал, семь раз в день понимай вместо многократно и бесчислено. Итак, семерка – это неопределенное число в сторону увеличения. Кстати, шестерка – это неопределенное число в сторону уменьшения. А 666 – это полная деградация. Далее говорится в 17 главе Евангелия от Луки о силе веры. В 15-6 стих и сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Надо сказать, что вот этот вопрос, на самом деле, он немного праздный, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. А Христос и есть само Слово Божие, которое стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины. И, казалось бы, общение с самим Словом должно было увеличить их веру. Но они спрашивают Господа, просят Его, умножь в нас веру. Они хотят, чтобы веры было бы еще больше. Господь сказал, если бы вы имели веру, зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Все-таки, согласитесь, немножко непонятно постановка вопроса. Господь умножь в нас веру. Имеется в виду вера, как доверие. Вера, как доверие. Это не вера во что-то, а это вера кому-то. Я объяснял как-то вам, что есть очень много людей, которые верят в существование Бога. Но эта вера, она сама по себе мертвая. Надо не просто верить в существование Бога, надо верить Богу, то есть с доверием относиться ко всем словам Божьим. А когда кто-то говорит, да, я знаю, там что-то есть – это мертвая вера. А когда кто-то говорит, а я верю Богу, то есть я доверяю Богу, я принимаю Его Слово, как Господне руководство к действию. Итак, Господь говорит, если бы вы имели веру в зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Блаженный Феофилакт неожиданно даёт очень интересный комментарий. «Быть может, кто-нибудь в переносном смысле под смоковницей будет разуметь дьявола, так, как он изобрёл для нас вечного червя и питает его насаждаемыми им помыслами, ибо смоковничными листьями питаются черви, от которых бывают шёлковые нити, так и сию смоковницу вера может искоренить из сердца человеческого и бросить в море, то есть низвергнуть в бездну». Оказывается, Христос говорит не просто о чуде ради чуда. Если бы вы имели веру в зерно горчичное и сказали смоковнице сей «Исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». А какой смысл пересаживать смоковницу в море? И поэтому Блаженный Феофилакт предлагает объяснение. Может быть, речь идёт о том, что тот, кто имеет веру, он побеждает дьявола своей верой, и он этого дьявола от себя изгоняет силой веры и пересаживает в море, то есть в другое место обитания, где люди не обитают. Место дьяволу, конечно, в преисподней. Поэтому вера в разных выражениях есть оружие на дьявола, данное нам, и христианское выражение веры – это крестное знамение. Когда мы так складываем персты, три соединённых кверху православные исповедуют нашу веру в Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святаго, два пригнутые книзу православные исповедуют нашу веру в Бога человечества, Христа Иисуса, что Он был одновременно истинный Бог и истинный человек. И крестное знамение – это исповедание веры, которое непосредственно изгоняет дьявола из нашей жизни всякий раз, когда мы осеняемся крестным знамением. Почему? Потому что дьявол потерпел на кресте самое страшное поражение, когда Христос своими страданиями сковал власть греха, дьявола и смерти. Поэтому напоминание для дьявола, крестное знамение – это то, что его вергает в ужас. Как тот, кто тонул, он боится воды, тот, кто горел, боится огня. Следующая тема о том, что не надо гордиться тем, что мы делаем, исполняя Божий закон. Не надо придавать никакого значения нашим добрым делам, потому что это не заслуга – делать добро, это наша повседневная обязанность. Мы сотворены для того, чтобы делать добро. И мы читаем седьмого стиха и ниже. «Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю». И вот далее 10 стих, он имеет очень большое значение для христиан. «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Если мы сотворены для добрых дел, то горе нам, если мы не делаем добро, а если мы делаем добро, то никакой награды нету за это. Это наша обязанность. Если, например, машина едет, это не заслуга этой машины, а, скорее всего, того конструктора, который так устроил ее механизм. И святитель Иоанн Златоуст объясняет, благодарим ли мы рабов своих за то, что они служат нам? Никогда. Бог же воздает благодарностью нам, которые служим не Ему. Бог не нуждается в наших делах, но делаем полезное для нас. Добро необходимо нам самим. Златоуст продолжает. «Впрочем, не будем поступать так из-за того, чтобы Он воздавал нам благодарностью, чтобы Он узнал об этом, но как исполняющий долг свой будем делать добро подлинно. Всякое доброе дело есть долг наш, и все, что мы не делаем, чтобы мы хорошего не сделали, все есть исполнение долга. Если мы, купив рабов за деньги, хотим, чтобы они жили всецело для нас, чтобы мы обладали всем, что имеют они, то не гораздо ли более этого следует тому, кто привел нас из небытия в бытие? Не гораздо ли надо служить тому, кто привел нас из небытия в бытие, и потом искупил нас честную кровью. Он дал за нас цену своей крови, которую никто не дал бы за собственного раба, пролил кровь свою. Итак, когда мы творим добро, мы созданы для добра, ибо создав человека и введя его в этот мир, Бог сказал, что все весьма хорошо. Также Златоусту принадлежит изречение «Добрыми своими делами никто не приобретает царство, но как наследие зависит больше от счастья», то есть получишь наследие или нет, так и здесь никто не обнаруживает такой жизни, чтобы быть достойным царства. Все есть дар Божий. Все есть дар Божий. И как мы часто вспоминаем слова Амвросия Медиаланского, в этом случае мы их опять вспомним, он говорил «Я буду хвалиться не потому, что я праведен, а потому, что искуплен. Я буду хвалиться не потому, что я свободен от грехов, а потому, что мои грехи прощены мне. Я буду хвалиться не потому, что я творил добро, и не потому, что кто-то другой сотворил добро мне, но потому, что Христос мой заступник перед Отцом, и потому, что кровь Христова была пролита за меня». И вы, наверное, помните, как в Писании сказано «А хвалящийся дохвалится Господом». Вот похвальба наша не своими заслугами, не своими талантами и способностями хвалиться, ибо все это нам дал Бог, как апостол пишет, «А что ты такое имеешь, чего бы ты не получил?» Кто-то имеет прекрасный голос, а кто ему дал этот голос? Бог. Кто-то умеет там беседы проводить, а кто ему дал такую способность? Бог. Кто-то имеет таланты воспитателя, педагога, а кто дал ему эти таланты? Поэтому Павел справедливо восклицает, «А что ты такое имеешь, чего бы ты не получил?» А если получил, то это не твое, чего же ты хвалишься? И следующая тема, это очень интересная тема, исцеление десяти прокаженных. И мы читаем с 11 стиха и ниже. идя в Иерусалим, он проходил между Самарию и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек, прокаженных, которые остановились вдали. Проказа по-еврейски Мацора в те времена считалась духовным заболеванием, которое Господь посылал за злословие других людей. Так мы видим, Мариам, сестра Моисея, была покрыта проказой, потому что стала злословить Моисея, своего брата. И Арон на какое-то время тоже был покрыт проказой, потому что тоже порицал своего брата. Мацора это не обязательно лепра в теперешнем понимании, это был такой недуг, когда вся кожа была в струпьях, но ему придавали духовное значение. Если ты осуждаешь другого, в нечестие, то ты сам будешь нечист только от этого осуждения. И святые отцы церкви учили, что если кто-то говорит о грехах другого, которых сам не имеет, Бог попустит, он впадет в этот грех, хотя даже склонности к нему не имел. Поэтому есть серьезная опасность, когда мы плохо отзываемся о других людях. Итак, и когда входил он, то есть Христос, в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали. Почему вдали? Потому что по закону Моисееву они не имели права близко приближаться к людям и к человеческим селениям они носили специальные черные одежды с позвонками, чтобы в темноте было слышно, что идут прокаженные и должны были кричать перед собой «Нечист! Нечист! Нечист!» И вот Григорий Палама святитель дает очень интересное объяснение. Он пишет «Все, что принадлежало ветхозаветному закону, было символическим, как образ и как тень, поэтому он и закон считал проказу состоянием греховным, скверным и отталкивающим и называл нечистыми прокаженных, гонорейных и вообще имеющих соприкосновение к ним, а также и всех прикасающихся ко всякому мертвому телу иносказательным образом обозначая этим нечистоту тех, которые грешат в отношении Бога и ближнего, а также и тех, которые им содействуют и общаются с ними. И вот под прокаженными иносказательно имелись в виду обманщики, плуты, гневливые и злопамятные люди, потому что как проказа делает кожу тело шероховатой и пятнистой, так обман и лукавство, гнев и бешенство делают разумную часть души неустойчивой и жестокой. Итак, прокаженные стояли вдали и громким голосом говорили, Иисус наставник, помилуй нас. Увидев их, Он сказал им, пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. здесь мы видим, что Христос научает нас очищаться от любого греха с помощью священников. Прежде всего, речь идет о христианском священстве, которое имеет власть прощать грехи. Как Христос дверями затворенными вошел в Сеонскую горницу и сказал мир вам. Потом Он дунул на апостолов и сказал примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. То есть мы священники сымаем грехи не в силу своего личного благочестия, которое редко кто из нас имеет, а в силу того особого поручения, которое нам дал Христос Спаситель. И Григорий Палама, святитель, обращает на это внимание и пишет, поскольку уже под проказой иносказательно подразумевается грех, то тот факт, что должен соствовало представить священникам на показ очищение от нее. Этот факт полностью означает, что никто из грешащих против Бога хотя бы и отступил от греха, хотя бы и возместил делами покаяния, невозможен от него Бога отпущения и быть причисленным к неповинным, если только придя к имеющему от Бога власть разрешать грехи, не откроет ему путем исповеди свою больную проказой вследствие греха душу и не примет от него, то есть от священника полное удостоверение о прощении его грехов. То есть в понимании святителя Григория Паламы этими словами покажись, покажитесь священникам, Христос научает нас не пренебрегать таинствами церкви, которые совершаются руками священников. Хотя в действительности священник это инструмент в руках Бога, таинства совершаются Духом Святым непосредственно самим Христом, а служение священника носит более инструментальный характер. Поэтому благодать действует и через недостойных пастырей. Как и Христос говорил, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам делать, делайте, но не поступайте, ибо они говорят, но не делают. И далее мы читаем один из них, из десяти прокаженных, видя, что исцелен, возвратился, то есть возвратился ко Христу, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. То есть это был не православный человек, это не иудей, не правоверный, это был сектант и еретик, раскольник, каковыми были все самаряне. Только он один из десяти пришел отблагодарить Христа как Бога за исцеление. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились, где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника, то есть чужого? Григорий Палома пишет, посему Господь, опять же сожалея, что они таковые, и как бы оплакивая их, а после них и нас, подобных им, как некогда обратился к Адаму, когда тот лишился божественной он и славы, вопрошая его, Адам, где ты? Так и к этим позднее, где же девять? Не обрелись они, чтобы воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника. Говоря же, кроме сего иноплеменника, он, Христос, показал неблагодарность и жестокосердие иудейского народа, и что язычники готовы были к обращению, израилетяне же совершенно равнодушны к делу спасения. Казалось бы, характеристика иудеям никакого отношения не имеет к нам, христианам 21 века. На самом деле имеет самое прямое отношение. Апостол Павел так и пишет, все, что было с ними, то есть с иудеями, в прообразах для нас, то есть для христиан, достигших последних времен. В последние времена охлаждение веры будет среди христиан столь сильное, что мы не только уподобимся этим древним иудеям, а Христос говорит Сын человеческий, придя на землю, Сын Божий, найдет ли веру на земле? То есть верующих будет очень мало. И сказал ему встань, иди, вера твоя спасла тебя. Этот еретик, сектант, самарянин, которые не молились в Иерусалиме, имели свое капище на горе Горезим, имели свое искаженное Писание, свое неправильное священство, не по чину Арона, этот человек обретает спасение. И мы должны молиться за таких людей, которые по тем или иным причинам ушли из нашей церкви, потому что среди них может найтись такой самарянин, который пережив чудо избавления от греха, придет ко Христу, а значит придет и в церковь, ибо тело Христово есть его святая церковь. Мы должны вымаливать таких людей у Бога, а не то, чтобы брезговать, молиться за иритиков и за язычников. Так могут поступать только нехристиане. Смотрите, что пишет святитель Иоанн Златоуст. Итак, не бойся молиться за язычников, и Бог этого хочет. Бойся только проклинать других, потому что этого Он, то есть Господь, не хочет. А если надо молиться о язычниках, то, очевидно, и о еретиках, потому что обо всех людях надо молиться, а не преследовать их, это по другой причине достойно одобрения по той, что мы с ними одной природы. Кроме того, Бог одобряет и благосклонно приемлет нашу взаимную любовь и благодушие друг ко другу. А в слове о статуях Златоуст настаивает, что по отношению к еретикам мы должны испытывать братские чувства и смотреть на них, как на братьев, которые заблудились и нуждаются в нашей поддержке, помощи. Тем более, что в нашей стране процентов 85 сектантов ранее кричены в православии в детстве, а потом разбежались по каким-то сектам, наверное, потому, что мы не занимались их воспитанием, образованием. И следующая тема называется «Когда придет Царствие Божие?» Это 20-21 стих 17-й главы. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут «Вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Это пришествие Христова будет явное, а наступление Царствия Божия, как я, креститель, говорил, приблизилось Царствие Божие. Оно происходит в душе человека, когда в его сердце воцаряется Христос. Если ныне в сердце царствует грех, то должна воцариться праведность Христова благоухания. Афанасий Великий в своем слове на язычников пишет, «К познанию же и точному уразумению истины имеем нужду ни в ком другом, а только в себе самих». Чтобы в нашем сердце это произошло. «Путь к Богу не так далек от нас, как превыше всего сам Бог. Он не вне нас, но в нас самих. и начало его может быть нами найдено, как и Моисей учил, говоря, глагол веры в сердце твоем есть. И Спаситель, давая разуметь и подтверждая то же самое, сказал, Царствие Божие внутрь вас есть. «Внутри же себя, имея веру и Царствие Божие, можем вскоре узреть и уразуметь Царя Вселенной». Спасительное Отчье Слово. А если кто спросит, что же это за путь? Отвечаю, душа каждого и в ней ум, потому что одним умом может быть созерцаем и уразумеваем Бог. Итак, Царствие Божие мы ищем ни на небе, ни под землею, ни под водою. Христос говорит, Царствие Божие внутрь вас. Это когда Христос воцаряется в нашем сердце и любое движение наших чувств подчинены с заповедем Бога. Когда теократические принципы наполняют наше сознание, а не политические программы наших современников, сидим и выбираем какая лучше. Мы избрали власть Бога превыше всего. И когда теократические принципы доминируют в нашем сознании, мы действительно можем осознать, что Царствие Божие внутрь нас есть. И святитель Василий Великий пишет, и не иным, чем братья, почитайте небесное царство как истинным разумением сущего, которое в божественных писаниях называется и блаженством, ибо Царствие Божие внутрь вас есть. А внутренним же человеке не иное, что составляется, как умозрение, а из всего выходит, что Царство Небесное есть созерцание. Теперь, как в зеркале, видим тени вещей, а впоследствии, освободившись от всего земного тела и облегшись в тело нетленное бессмертное, увидим их первообразы. Увидим же, если жизнь свою управим по прямому пути и будем заботиться о правой вере, без чего никто не узрит Господа. То есть, если в сознании твоем, в сердце твоем право и вера, это значит, Христос воцарился в твоей жизни, ты, живя на земле, уже являешься гражданином неба. И теократические принципы власть Бога для тебя превыше любой человеческой власти. Далее с 22 по 37 стих рассказывается о том, что Сын Божий, Сын Человеческий придет внезапно в этот мир. И мы читаем, сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней Сына Человеческого и не увидите. И скажут вам, вот здесь или вот там, не выходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блестает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. То есть, если нам скажут, Христос где-то там уже появился, в какой-то деревне или в каком-то городе, мы не обращаем внимания на такие суеверия, ибо пришествие Сына Божия, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба. Блаженный Феофилак пишет, прежде, это как бы словами Христа он пишет, прежде я явился в яслях и тридцать лет был в уничижении, но тогда будет не так, я приду во всей славе, в сопровождении ангельских воинств и в одно мгновение, то есть, сразу вся планета будет объята чудом Христово явления. 25 стих и ниже, но прежде надлежит ему, то есть, Сыну Божию, много пострадать и быть отверженному родом си, и как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и пришел потоп и погубил всех. То есть, сначала Христос пострадает, будет отвержен собственным народом, потом воскреснет, вознесется на небо и наступит история ожидания, когда же он вернется, так же, как он ушел. Но люди расслабятся и некоторые перестанут его ожидать, как было в одни Ноя. Ной сто лет строил ковчег со своими сыновьями Симом, Хамом и Афетом, и они призывали людей принять участие в этой стройке. Но люди смеялись над ними, потому что они строили ковчег на суше. И никто не верил, что может пойти такой дождь, такой потоп, что это огромное судно, оно подымется. Люди ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и пришел потоп и погубил всех. Но люди всегда едят, люди всегда пьют, люди всегда женились, выходили замуж. Как же это характеризует время перед потопом и время перед пришествием Христа? А они будут есть недозволенное то, что запрещено законом Божьим, без молитвы будут садиться за стол. Они будут пить, то есть упиваться спиртным, пьянство будет в последние времена. Они будут жениться без благословения, а потом смотрите, сказано женились и выходили замуж. А зачем такое дополнение? Если сказано женились, а зачем добавлять и выходили замуж? Будет эмансипация не только мужчины будут жениться на женщинах, женщины будут уловлять мужчин, то есть они станут как мужики эмансипированные вот эти феминистские, и они будут похищать мужчин, вести себя дерзко, нагло, бездравственно, разнузданно. И вот эта характеристика времен перед потопом и перед концом этого мира. Первый мир кончается всемирным потопом, второй мир, в котором мы с вами живем, сберегается для огня. Для огня. Апостол Петр пишет, земля и все дела на ней сгорят. Уже сейчас люди накопили такой ядерный потенциал, что они могут несколько раз взорвать землю. И смотрите, как угрожают друг другу Корея Америки, Америка Кореи, мы кому-то, кто-то нам угрожает, это превращается в такое агрессивное безумие милитаристов. И смотрите, другое сравнение. Так же, как было во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и стердный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. То есть, в последние времена мир превратится в Содом. А Содом был известен Содомским грехом, когда гомосексуальность будет объявлена нормой и нормальным поведением. И мы знаем, что сейчас в некоторых странах все это легализовано. И детей обучают всем этим вещам. А если родители протестуют, их штрафуют, даже сажают в тюрьмы, как в Германии. Один мужчина девочку свою не пустил на занятия сексуального воспитания и его на какое-то время посадили в тюрьму. То есть, те характеристики, которые мы находим в Писании, пророческие характеристики, они очень похожи на то время, в которое мы живем, на ту реальность, в которой мы теперь уже существуем. Святитель Леонид Золтаус пишет, «Так и бывшие во времена Ноя не видели начала все губительства и страшные наказания постигло их в то время, как они играли, ели, женились и делали все обычное. Подобным образом жители Содома среди увеселений немало не предугадывая, что с ними имело случиться пожраны неспадающим пламенем. Итак, все это представляя, постараемся приготовить самих себя к отшествию отсюда. Пусть день всеобщей кончины еще не настал, но конец каждого и старца, и юноши уже находятся при дверях. Как я часто говорю, умрешь, вот тебе и конец света. И старцы умирают, и юноши. Золтаус продолжает, и уже нельзя отсюда отшедшим купить елея, то есть получить благодать за гробом, или получить прощение, хотя бы Аврам молился, хотя бы Ной, хотя бы Иов, хотя бы Даниил, и так, пока имеем время предуготовить себе терзновение пред Богом, запасемся елея, то есть благодатью, в изобилии, перенесем все на небо, то есть в Боге будем богатеть, где моль и ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут, чтобы нам в свое время и когда особенно будем иметь нужду всем этим насладиться благодатью и человеколюбием Господа нашего и Иисуса Христа, Которому слава и держава ныне и пресна и во веки веков. Аминь. И далее мы читаем с 31 стиха по 37 «В тот день кто будет на кровле а вещи его в доме тот не сходи взять их и кто будет на поле так же не обращайся назад». То есть когда начнется пришествие не надо бежать в дом за вещами какими-то они уже не пригодятся если наступает конец мира. вспоминайте жену Лотову когда ангелы два ангела пришли чтобы спасти Лота племянника Авраама из Содома и Гаморы они взяли Лота его жену двух дочерей взяли их за руки и стали выводить а жена Лота обернулась хотя ангелы сказали не обращайтесь назад она обернулась назад позлорадствовать что эти вот Содомляне извращенцы гибнут а чем она была лучше их у ней было своих грехов полно поэтому тот кто поносит людей за какие-то их грехи которых сам не имеет во-первых рискует что Бог пошлет ему такой же грех а с другой стороны как можно злорадствовать о гибнущих людях и она окаменела соляным столбом стоит жена Лота и когда туда привозят паломников показывают им этот соляной столб женским очертанием вспоминайте же жену Лотову кто станет сберегать душу свою тот погубит ее а кто погубит ее тот оживит ее здесь под душой имеется ввиду жизнь как бы мы ни старались свою жизнь сохранить у нас не получится но кто погубит потеряет свою жизнь ради Евангелия ради верности теократическим принципом царствие божие царствие небесного тот ее сбережет и мученики они минуя мытарство входят в царствие божие сказываю вам в ту ночь будет двое на одной постели один возьмется другой оставится это будет тьма вы видите это ночь какая-то тьма но это указывает на нравственную тьму которая будет предшествовать кончине века и несколько лет назад патриарх Кирилл проповедовал и сказал безнравственная тьма в мире настолько сгущается что она может ускорить воцарение антихриста и гибель мира сказываю вам в ту ночь будет двое на одной постели один возьмется то есть начинает подниматься воздух а другой оставится встреча верующих со Христом будет на воздущих то есть все верующие будут возноситься а неверующие останутся на земле как Христос возносился он и нас вознесет двое будут молоть вместе одна возьмется а другая оставится представляете две подруги молотят зерно одна берется улетает другая остается на это сказали ему где Господи двое будут на поле один возьмется а другой оставится на это сказали ему где Господи то есть где это будет происходить он же сказал им где труп там соберутся и орлы когда появляется труп на земле то орлы кружат вокруг этого трупа или даже вот битва готовится орлы стервятники они чувствуют что скоро кровь прольется и они уже начинают кружить на Руси считали что вороны если появляются пытались их разогнать это к чему-то плохому и вот Христос говорит где труп там соберутся орлы то есть он объясняет что мы вознесемся силой его смерти труп по истолкованию отцов это Христос который смертью смерть попрал и верующие как орлы вознесутся над этим миром в день кончины этого мира потому что смерть Иисуса Христа источник жизни как апостол Павел пишет носите мертвость Господа Иисуса Христа в сердце своем блаженный Феофилак так и пишет когда ученики спросили Господа куда взяты будут сии он отвечал где труп там и орлы то есть где сын человеческий там и все святые легкие и высоколетающие тогда как грешники тяжелы и потому остаются внизу как тогда когда лежит мертвое тело все плодоятные птицы слетаются к нему так и тогда когда явится с небес сын человеческий умерший за нас и вмененный в труп соберутся все святые и самые ангелы ибо с ними придет он во славе отца и в несказаемом блистании хотя он наименовал это время ночью но он назвал его так потому что оно неожиданно и что грешников тогда обнимет объемлет тьма но праведникам свет воссияет да и сами они праведники просветятся как солнце здесь блаженный феофилак цитирует евангелие от матфея 13 глава 43 стих итак сегодня мы занимались исследованием 17 главы евангелия от луки и мы разобрали несколько тем горе тому через кого приходят соблазны о необходимости прощать брата своего о силе веры о том что не надо гордиться своими делами о десяти прокаженных о том когда придет царствие божие и о том как внезапно сын человеческий придет в реальность этого мира при кончине этого мира который будет уничтожен как садом и гамора огнем как первый мир он потоплен водами и водами потоплен грех так и второй мир будет очищен огнем и будет потом новое небо новая земля и новый Иерусалим город сходящий с неба от Бога и новое человечество в новых телах мы воскреснем все в 33 с половиной года в полноту возраста Христова лиц просияют у всех отцы говорят мы будем узнавать друг друга хотя все помолодеем и это будет благостное состояние пребывания в царстве Божьем но путь туда это исповедание теократических принципов когда воля Бога ставится нами превыше воли любого человека как сказано не надейтесь на князя на сына человеческого в них нет спасения